Уважаемые леди и джентльмены, YouTube-канал Botterbin на ваших экранах, и мы снова возвращаемся к мини-футболу по многочисленным просьбам наших пользователей. Сегодня будет очень необычный матч. Играть я буду против девушки. Такого еще не было ни разу. Встретимся мы с ней на стадионе Водфилд, и я сейчас озвучу вам, как называется ее команда. Ее команда называется просто Франция, без всяких выдрыгонов. Обычное название страны, в которой она живет, решила включить и сделать одноименное название своей команды. Играть она будет в желто-красной форме. Очень интересный матч. По 500 монет мы поставили на эту игру с ней. И посмотрим, чего же стоит девушка в футболе, ребята. По-моему, с девушками я еще не встречался. Ну, видно, что барышня Шустрая начала поддавливать меня, видите? Но все-таки пропустила первый гол. 1-0, ребята. 5 минут внутриигрового времени прошло на счетчике. И сменился счет на табло на 1-0 в нашу сторону. Ну что ж, пощупаем эту девушку за молочные железы еще раз и попробуем забить ей второй гол. Ну, давит она, конечно, нормально. Чувствуется, что играть умеет. Играть умеет. И даже умеет бить в сторону ворот. Но, опять же, здесь чисто заслуга нашего вратаря, который спасает команду от неминуемого гола. Ну, вы явно видели, что здесь стопроцентный гол был. Но все-таки мы вырываемся к воротам противника и сменяем счет на табло на 2-0. Девушка пока уступает в сухую. Возможно, мы отправим ее в сухуми. И она не сможет забить нам ни одного гола. Давайте посмотрим повтор. Ух, какая красивая бабочка. Париж, Париж, соберись. Иначе пропустишь еще одну плюху. И там уже, пиши, пропало. Ничего не сможешь сделать. Ай-яй-яй-яй-яй. Как хорошо, хорошо было Донпасс. Но ни в коем случае нельзя винить команду девушки, так как она сделала все возможное. Это уже наши игроки были на высоте. Здесь ее вины нету в потере мяча. Ну, а сейчас я совершил грубую ошибку. Мяч уходит за пределы поля. И Париж вводит его опять на поле. Стремительная атака со стороны Парижа. Точнее, простите, я сказал, что название страны, где она проживает, это название города. Париж, это же столица Франции. Что-то я ошибся маленько. Но ничего страшного. С кем не бывает. Кто не ошибается, тот не комментирует. Так, но сейчас у нас опаснейшая ситуация. Несколько атак уже было в сторону наших ворот. Но пока они не увенчались успехом. И счет по-прежнему 2-0. Мы переходим ко второй половине матча. Париж разводит на нашем стадионе, кстати. Ну, если бы мы играли по меркам обычного футбола, то в первой половине матча, как правило, разводит та команда на стадионе, который играем. Хотя здесь стадионы общие, ну, тем не менее. Желтую карточку получает Вольфганг. Нарушила правила команда девчины. Ох, 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 ох. Ну, 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 ну. Эх, опасный момент. Но по-прежнему счет 2-0. И девушка прессингует, прессингует, пытается что-то сделать в этом матче. 61 минута уже прошла, и она хочет, очень сильно хочет вырвать победу. Но мы прорываемся к ее воротам. Теряем мяч. Снова его получаем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Какая досадная ситуация. Наверное. Желтая, да. Чиклис получает желтую карточку. И парижане находятся в опасной ситуации. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Я за такое нарушение-то можно было и пенальти назначить. Ну, решил центральный арбитр этого не делать. Тем не менее, счет на табло сменяется на 3-0. Отлично, ребята. Все-таки, наверное, наша девчушка отправится на отдых по путевочке в Сухуми. Потому что такими темпами сравнять счет у нее не получится никак. Как уж про победу я вообще молчу. Мастерски завладела команда Белоруссии спутник мечом. И мы снова-снова движемся к воротам девушки. Но пока придется приостановиться, потому что мяч уходит за пределы поля. Парижане вводят в игру круглого. И сейчас мы отдаем пас. Проходим по правому флангу. О, нарушение со стороны парижан. Французы, французы. Какая грубая, грязная игра. Ох, ох, ох. Но это уже явно было пенальти. Почему центральный арбитр жует сопли? Вместо того, чтобы оказывать нормальное судейство. Какой опасный момент. И счет чуть не сменился на 3-1. Ну, а мы заканчиваем матч. Выигрываем. 95-я минута подходит к концу. И, дорогие друзья, этот матч спутник Беларусь против команды Париж из Франции заканчивается победой белорусов. Ну, а я вам говорю, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. С вами был YouTube канал Botterbeam. Всем пока!